Упоминание Эммануила Канта в Калининграде буквально на каждом шагу. Тут и кафедральный собор с могилой философа, и название университета БФУ на многочисленных корпусах, и даже недавно появившаяся скульптура великого мыслителя. А вот о Гоффмане у нас в городе напоминает разве что музыкальная школа на улице Тельмана, названная его именем. Причем в 1995 году, когда учреждение получило свое название, в городской администрации по этому поводу были большие споры. Зачем называть нашу школу именем немецкого сказочника? Дело в том, что многие даже не знали, что Эрнст Теодор Мадей-Гоффман не только выдающийся писатель, но и композитор. И вот уже больше 20 лет, утром 24 января, в школе рядом с портретом Гоффмана зажигают восковую свечу, а ученики готовятся к вечернему праздничному концерту. В этом здании находится единственный в России музей Гоффмана. Тут можно найти, например, его портреты и автопортреты, а также стилизованные предметы эпохи времен композитора. В школе уверены, Гоффман не менее значимый бренд для Калининграда, чем Кант, просто не такой раскрученный. Как рассказывает директор школы Татьяна Рыбакина, возможно, это связано с тем, что во второй половине 18 века блистал другое Мадей, Моцарт. В честь него Гоффман даже изменил свое настоящее третье имя, отказавшись от Вильгельма. При этом в классическую музыку кёнигсбержец внес не меньше вклад, чем многие прославленные композиторы. Гоффман в первую очередь автор первой романтической оперы. И в историю музыки он вошел именно вот как автор первой романтической оперы. Это опера Ундино. Кроме школы, в Калининграде Гоффмане напоминает мемориальный камень. Он установлен на месте первого дома писателя и композитора. Но и с ним связан казус. Камень находится примерно в 700 метрах от нужной точки. И это очень по-гоффмански, уверяют в историко-художественном музее, где ежегодно отмечают день рождения гения. Так посетители снимают бумажные холсты с цитатами Гоффмана. Под ними иллюстрации к произведениям писателя. Удивительно, но сотрудники музея уверяют. На родине книги Эрнста Теодора найти сложнее, чем в России и некоторых других странах. Вот в Польше я, допустим, купила книгу, они здесь у нас представлены, есть на итальянском языке. А вот в Германии их очень мало. Единственное, что мы нашли, это золотой горшок на немецком языке. Ну и то были этому рады. Почему-то, вот знаете, в Германии к нему не очень, мне кажется, благорасположены. Издатель Алексей Захаренков прилетел в Калининград и Санкт-Петербург специально ради сегодняшнего события. Специалист искренне недоумевает, почему в нашем городе Гоффман несправедливо находится в тени Канта. Для меня Гоффман ближе, чем Канта. Это 100%. Вот, и я думаю, что это ваши какие-то, наверное, внутренние, может быть, обиды, а может быть, я не знаю, что. Но я 100% уверен, что в России Гоффмана и знают, и читают, в отличие от Канта. К слову, Эрнст Теодор Мадей Гоффман далеко не только писатель и композитор, а также выдающийся художник, оперный и симфонический дирижер, певец, педагог и музыкальный критик. Несмотря на это, многие калининградцы даже не знают, что такой талантливый человек жил в нашем городе. А многие наслышаны только об одной стороне его творчества и путают Гоффмана с другими людьми. Сказочник, государственный деятель. Писатель немецкий. Кто такой Гоффман? Гоффман? В калининградском правительстве, по-моему, кто-то. Гоффман – это писатель немецкий. Старый, древний. Ну, не древний, но старый, где-то, наверное, 19 век. К слову, рожденный в Кёнигсберге Гоффман похоронен в Берлине. И, кажется, даже здесь судьба отнеслась к нему с иронией. На надгробии перед всеми остальными заслугами высится надпись «Юрист». Марк Шкода, Михаил Эльбаум, Служба новостей Город.